В 21 веке они остались без питьевой воды. Речь о жителях не пустыни, а практически центра столицы Чувашии. Кто виноват в такой засухе, отправилась вы снять наша съемочная группа. Частные домики, березы, цветущие вишни – это не глухая деревня, а практически центр Чебоксар. Вокруг цивилизация здесь до сих пор топит дровами, а воду до недавнего времени носили из колодца. До недавнего времени это не потому, что провели водопровод, а потому что колодцу жителей больше нет. Неподалеку идет строительство нового большого красивого микрорайона. И он попал в зону работ, колодец закопали. Ему лет 60, это точно этому колодцу было. Там была чистящая и хорошая вода. Мы пробовали у себя делать колодцы, там же застойная вода, зеленая, нехорошая. Нам застройщик предлагает, вот давайте мы вам выкопаем колодец, поставим кольцо. Но опять же, мы же знаем, что будет застойная вода. Мы не согласны на это. Мы просили их провести трубу. Это когда только-только начала стройка. Они сказали, что невыгодно. Впрочем, закопали колодец небеследно. Воду родника, который питал его и нескольких других источников, собрали и пустили по трубам. В итоге все стало выглядеть вот так. Вообще такое безобразие, грязь, песок там все равно. На дне ведра остается и ведро желтое делается. Его приходится отмывать. У застройщиков своя правда. В начале производства работ в микрорайоне Радужный, в принципе, у жителей улицы Рябиновского не было какого-то официального источника питьевой воды. То есть ту воду, которую они пользовались, это, скажем так, были стихийно организованы родники. Понятно, что мы не можем оценить без внимания, поскольку, наверное, какое-то влияние на прилегающую территорию мы оказываем. Было принято решение, что, да, значит, в 2014 году мы должны были переместить источник потребления воды. На сегодняшний день этот, значит, источник, он организован. Ну, скажу прямо, пока он во временном варианте. Срок до 1 июля. К этому времени источник планирует переместить за пределы застройки микрорайона и обустроить. Судя по всему, пока это единственный вариант. Ведь пострадавших в этой истории немного. Из жителей осталось только Валентина Петровна с мужем. Чьи-то дома попали под снос, остальные съехали и участки используют в качестве дачи. Женщина говорит, была бы рада, если бы их дом тоже снесли, а ее с мужем переселили в квартиру. Однако в зону строительства участок не попадает. Ради двоих людей всерьез заниматься водоснабжением района, вероятно, никто не будет.